Друзья мои, всем привет! Вы в мастерской совы рукодельницы. Я связала в подарок вот такой палантин. Показываю на белом фоне, чтобы контрастность цвета была. Связала я его из китмахера. Это самая тоненькая ниточка, которую я нашла у нас в магазинах. 500 метров в 50 граммах. Представляете, это целый километр в 100 граммах. Я связала его в одну нитку. Смотрите, какая тоненькая ниточка вязала просто ажурным узором. Здесь нет каймы и узор выбрала довольно простой. Вяжется быстро и длина его в данный момент составляет метр тридцать, а ширина 62 сантиметра. При растягивании дни он немного увеличится в длину и уменьшится в ширину. Я начала вязать этот палантин, потому что хотела попробовать, как китмахер поведет себя в процессе вязания. И затем в изделии. Я хочу показать вам, как я стираю и растягиваю подобные изделия. При наличии каймы обычно вытягиваю зубчики на кайме. Но каймы у меня нет, и я сделаю зубчики по краям изделия. Вот так. Блокировать палантин буду на леске. Вот такая леска у меня есть. Толщина ее 1,1 мм. Чуть больше миллиметра. Но, видите, леска закручивается кольцами. И прежде чем блокировать палантин, я пропущу ее над паром кипящего чайника, чтобы как-то выпрямить. После стирки я буду продевать леску в отверстие предполагаемых зубчиков. Зубчики идут в конце тоненьких ажурных дорожек и по леске буду выравнивать. Вот видите, зубчики получаются сразу. Для стирки наливаю теплую воду так, чтобы терпела рука. И наливаю не очень много. Затем беру шампунь. И развожу его в воде. И опускаю туда палантин, чтобы он намок весь. Нужно оставить его на несколько минут, чтобы он хорошенько намок. Прошло 7 минут. И я постираю палантин такими сжимающими движениями. Ни в коем случае нельзя тереть его. Вот как мы обычно делаем. Нельзя поднимать за один край, потому что вещь очень деликатная и может порваться. И выжимать нужно осторожно. Просто вот так собираю в комок и сжимаю. Далее набираю прохладную воду. Кладу палантин такой кучкой. И полощу. Теперь воду нужно поменять. В последнюю воду для полоскания добавляю немного бальзама для волос. И растворяю его в воде. Прополаскиваю палантин в бальзаме. После бальзама можно и не полоскать его, но я прополошу еще раз начисто. Затем заверну в полотенце и сильно отжимать не буду. Просто оставлю его полежать какое-то время. Ну вот, лишняя влага впиталась в полотенце. И я продернула леску по всему периметру палантина. И в каждый зубчик. Вот эта сторона у меня будет прямая и я буду фиксировать ее булавками. Тут нужно сказать несколько слов о булавках. Булавки бывают трех видов. Вот такие длинные булавки для пэтчворка. Они тонкие, длинные и очень острые. Есть такие портновские булавки. Они тоненькие, острые, без цветного шарика на конце. Ими удобно пользоваться при шитье одежды вместо наметки. И шить прямо по булавкам, если они воткнуты к перпендикулярно предполагаемому шву. И есть вот такие булавки. Это универсальные булавки. Они чуть толще, чем другие. И именно этими булавками я и буду пользоваться. Сначала закреплю длинную сторону, чтобы более-менее ее выровнять. Вкалывать булавки буду не в палантин, а рядом с леской. Пока палантин влажный, его можно чуть-чуть подтянуть в длину. При этом он чуть уменьшится в ширину. Булавки вкалываю рядом с уголком и леской. Вязаное полотно не трогаю. Булавки вкалываю рядом с уголком и леской. Если что-то не устраивает, можно всегда переколоть булавки. Например, слева у меня идут зубчики часто, а справа более редко. Поэтому переколю. Сейчас зубчики распределены более-менее равномерно. Таким образом нужно заколоть все края палантина. Прошло 4 часа, но шарф высох гораздо раньше. Сейчас нужно убрать булавки и вытащить леску. Видите, зубчики остались зафиксированными. И смотрите, какой воздушный шарф получился. И размер его сейчас 170 на 55 сантиметров. Если вам понравилось мое видео или подтолкнуло к творчеству, или ответило на какие-то ваши вопросы, подписывайтесь на мой канал Мастерская совы-рукодельницы. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока! До встречи!